Больной кот годами жил на улице, плачущими глазами выпрашивая у прохожих еду. Забитый, покрытый боевыми шрамами, больной кот большую часть своей жизни прожил на улице. На это рыжее создание нельзя было взглянуть без жалости. Этого рыжего беднягу заметили бродящим по улицам американского города Миннесота. Из-за больных глаз и пораненных ушей на него нельзя было взглянуть без жалости. Судьба свела котика с добрыми людьми, которые однажды подобрали его и принесли в приют Animal Human Society. Помимо внешних проблем, сотрудники обнаружили у пациента вирус кошачьего иммунодефицита и множество сломанных зубов. Несмотря на годы жизни на улицах и боль, которую он пережил, котик оказался удивительно ласковым и дружелюбным к людям. Нежному рыжику дали кличку Брюс Уиллис и начали усердно восстанавливать его здоровье. Когда котик более-менее поправился, для него начали подыскивать хозяев. Каждый раз, когда кто-то проходил мимо вольера Брюса в приюте, он вставал и начинал громко мурчать. Однажды фотографию Брюса увидела девушка по имени Сандра, она сразу влюбилась в рыжего мальчика. Сандра решила прийти в приют, чтобы просто посмотреть на Брюса, потому что ее арендодатель запрещал держать животных. Когда она пришла, очаровашка Брюс приподнялся в клетке и смотрел на нее своими умоляющими глазами. Придя домой, в тот день девушка не могла перестать думать о рыжем котике. Она надеялась, что Брюс вскоре обретет достойную семью. Но за месяц его никто так и не забрал. Сандра решила, что это судьба. Она отправила арендодателю фото котика и умоляла, чтобы он разрешил взять его в квартиру. Ее счастью не было предела, когда он согласился. В тот день мечта Брюса осуществилась. Уже вечером он лежал в теплой кроватке, обнимая свою новую хозяйку. Он всю ночь мурчал без остановки, рассказывает Сандра. С того дня он повсюду следовал за мной, куда бы я ни пошла. Брюс не скрывает благодарности своей хозяйке, которая подарила ему новую жизнь. Он каждое утро приходит к ней, ложится под боком и громко мурчит. Он обожает сидеть у нее на коленях и играть вместе с ней. Брюс не верил, что теперь ему никогда больше не придется бродить по улицам, собирая объедки и в очередной раз защищать себя. У него есть любящая хозяйка, теплый дом, и он всегда накормлен. Что еще нужно для кошачьего счастья? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.